Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это пятый тур моего седьмого дуэльного турнира. Играю я против человека под ником Киселёк. Я думаю, вы уже видели с ним игры. Я с ним уже и дуэль играл, и, по-моему, ФФА тоже были. Во всяком случае, сейчас я вам вставлю врезку, как мы выбирали нации. Итак, вот у меня четыре нации на выбор. У моего соперника выбор Марокко, Турция, Швеция, Голландия. У меня Австрия, Карфаген, Сангай и Индонезия. У меня, конечно, неплохой выбор, получше, чем у соперника. Потому что у нас агрессивные варвары, это значит, что, например, способность Сангая очень хорошо будет работать. Собственно, у всех тут наций. Вот Карфаген могу выбрать, например, чтобы появиться на море. Потому что Арборея, это Пангея будет, но с большим количеством лесов. И, например, в развитие поиграть. Сангай неплохо сваровали. То есть я буду 50 золотых с их лагерей брать. Вот мой соперник себе взял Марокко. Вариант... Ну, я уже в прошлом туре, кстати, играл против Марокко. Надеюсь, в этом мне тоже повезет. Ну, вариант, он, наверное, хочет, опять же, Петра там, типа. Но на Арбореи, чтобы появиться в пустыне, это какая-то вообще суперудача какая-то будет. Не знаю, я бы на его месте, наверное, либо Швецию брал, либо Турцию. В том плане, что Швеция там неплохо обычно с местом всякие лаги... Ну, аллеи не появляются, прочее. А Турция все-таки на море хоть как-то пытаться морскими караванами. У меня тут широкий выбор. Австрия обычно неплохие старты. Но я не думаю, что на Арбореи мы будем играть в развитие. Карфаген неплохие. Такие, ну, море все-таки, сразу бесплатные гавани. Но мне больше нравится Сангай. Тем, что я смогу получать деньги с лагерей варваров. Так что давайте, наверное, Марокко-Сангай будет. Ну, а карта у нас будет Арборея. Это пангея, покрытая лесами. World almost completely covered in forest. Так что должна быть контактная карта, но при этом не сильно много движения в ней будет. Перемещение. Стратегический баланс. Пангея, как всегда, без руин. Агрессивные варвары. Ну, понеслась. Как я и сказал, вот Сангай я выбрал за то, что больше денег с лагерей варваров можно будет получить. Да и, в принципе, нация неплохая. Так, что-то у меня немного здесь холмов. Зато много всяких ресурсов. Блин, хочется сюда к холму пойти. Кстати, есть еще вероятность посмотреть, где море. Если кто не в курсе, то это надо смотреть по течению реки. Собственно, куда она течет, в какую сторону. В той стороне будет море. Ну, точно будет море. То есть, море вот где-то там должно, по идее, быть. А мне хочется по силам пойти сюда, потому что тут холмы все-таки. Ну, мой вот соперник, видите, пошел. Я не хочу от речки уходить. С другой стороны, конечно, вот тут у меня, например, пантеон на лагеря будет офигенен. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня тут нету производства. Хотя, с другой стороны, вот в двух клетках есть... Ладно, дайте я тут посмотрю, что тут. В двух клетках есть холмы лесные. В принципе, почему нет? А производство вот изначально как-то уже есть. Ну, то есть... Не знаю. В общем, не хочется мне отсюда уходить, откровенно говоря. Я, пожалуй, даже тут останусь. А, тут была гора. Ну, у меня, правда, сомнение, что мы будем, например, в традицию играть и обсерватории строить. Вот в чем дело. Поэтому не особо я расстраиваюсь, что я гору не взял. И я пойду, пожалуй, сначала в животноводство, а потом в гончарное дело. Как минимум... Я еще подумаю, что я буду сначала... Ну, амбарный ресурс, видите, у меня два, как минимум, амбарных ресурса есть. Так, пойду-ка я на холмик сюда прыгну. Ну, то есть, как вариант, брать пантеон на лагеря уже неплох. Уже неплох. Другое дело, что тут важна разведка, понять, насколько проход к сопернику у нас тут имеется. И во что мы будем играть, в волю или в традицию. Видите, киселек куда-то прется усиленно. Ну, что будет ставить? Думает, думает. 15 секунд осталось. Успеешь ли ты все повыбирать? Все, что хочешь. Нет, пошел дальше. Уже три хода гуляет. Еще дальше пошел. Офига себе. Надеюсь, он защищает своего поселенца, потому что он уже его потерял. Потому что агрессивные варвары, они как бы очень быстро появляются и не прощают вообще. Нет, поставил город. И он поставил город на море. Так, это не море, это... Как его? Озеро. Так, давайте глянем, что у него. Ну, все то же самое, как у меня. То есть он даже не на холме поставил. Он просто шел к морю, как я понял. Просто шел к морю. Он хотел поставить на море, он это сделал. Ну, не знаю, правильно ли это. Похоже, он будет вот тут. Справа от меня. И мне есть куда города вправо ставить. Как минимум, вот тут, например, город неплохо. То есть попробовать через волю его... Мы уже, кстати, по-моему, мы с Кисельком играли, я помню. И дуэль у нас была ирокезы Индонезии в каком-то прошлом турнире дуэльном. И он тоже, по-моему, за Индонезию в традицию, а я за ирокезов в волю. Конечно, ирокезы на этой карте вообще были бы имба. Так, что у нас с лошадьми? Вот у нас лошади. Ну, их почти первыми забанили. Да, тут хорошие места, хорошие. Надо найти... Найти Марокко. И не давать ему просто тут селиться. Ну, смотрите, вот тут на пантеон опять же. Ну, где-то здесь, по-моему, должен быть, потому что... Такая территория не слабая. Блин, ну, надо решать. Ну, тут не выглядит территорией непроходимой. Поэтому я пойду в волю. И буду пытаться его... Хотя, конечно, он может где-то оказаться здесь. Вообще, мы тогда рядом. Типа, это вообще мне в плюс будет только. Скорее, вот сюда город лучше поставить. Он и ближе к столице будет. Так, Марокко-то где? Не видно тут границ. Не видно пока. Это речка. Интересно. Так, давайте еще скаута тогда. Давайте посмотрим, что у нас тут. О, а что это у него так увеличились очки, интересно, за счет чего. Ну, так пока ровненько. Ага, вот у нас варвары уже появляются. После скаута... Давайте лучше святилища возьмем, потому что, мне кажется, тут этот пантеон очень важен будет. И пойдем в майнинг. Блин, где же... Блин, где же... Марокко. Так, кратер Берринджера. пока непонятно пока что то непонятно ну и такая карта довольно большая да тут уже конец я прям в конце карты вот еще одно но два чудо оба чудо на его считаете территории единственно столько непонятно где он собственно ну тут похуже я вот пока хочу сюда поставить город тут и пантеон будет работать потом сюда город поставить хотя может тут еще какая-то местность прямо интересно будет реально так следующим мы возьмем честь попробуем с этих варваров кучу культуры так а что у меня обрабатывается да и да так сделать скай пока на еду будет так видимо теперь лучников надо открыть второй город у меня пока ставится без требований счастья что нормально так не хочу я этого лучника убивать давайте ка пойдем воинам на нашу территорию будем там лечиться то есть у меня есть уже куда ну второй город как минимум ставить нормальное место то есть это блин 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 я почти как бы мне казалось что тут лучше в традицию играть там вот видите какие-то горы внизу может он за этими горами находится А я тут... Давайте с этой стороны попробуем обойти. А я тут, понимаешь, в волю. Ну, пантеон на лагеря мне очень неплохо даст возможность развиваться, тоже и расти, если вдруг он пошел. Так, давайте амбар тогда попробуем. Ух ты! Вот это красиво сейчас выглядит. Так, давайте-ка... Ага, вот он. Видите, все-таки он там за горами где-то находится. Надо... Надо найти. Так... Нет, хочу дождаться открытия... Лучников, и тогда их строить. Я уверен, что он пошел в традицию. Он любитель. Хотя, смотрите, ничего-ничего не принято. Поэтому, скорее всего, в волю возможно. Тут его гнобят. Ну, в общем, в любом случае, в эту сторону мне надо города ставить. Похоже на то. Ну, практически одинаковое. Все. Блин. Меня сурово обкладывают. Так, когда у нас? Четыре хода потерпеть. Четыре хода потерпеть. Я возьму честь и практически сразу, я думаю, набью культуру на... Так, что мне надо? Мне нужен охота и календарь. Давайте с охоты начнем. Потому что, если я возьму пантеон, то мне надо будет в первую очередь лагеря строить. Так, давайте пару лучников. Так, следующим ходом надо будет... Надо будет быстро брать пантеон, надеюсь, и он... Потому что, судя по карте, лагеря и олени то же самое и у него есть. Еда, 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 есть. Так, спасаемся. Ну, похоже, он тоже в волю. Потому что так долго не брать традицию, это значит, что в волю. Ну, то есть, когда берешь первую традицию, у тебя плюс три. Ну, и, соответственно, уже построен монумент, то есть плюс шесть. А с волей плюс четыре. То есть, следующая политика принимается позже. Так, возьму честь следующим ходом. Ставим, пока в городе. Хотя, может, он взял че... А, вот. Все-таки традиция, блин. Фигово. Фигово, честно говоря. Я боюсь, что он далеко находится. Возможно, он сразу взял честь, а потом уже пошел в традицию, понимаете. Прокачаем скаута немного. Смотрите, не убили. Отлично. Это меня очень радует. Попытаемся свалить отсюда. Так, что у нас? Так. 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 И вот так. Угол вырос. Что тоже не может не радовать. Так, пускай пока лучников строятся. Так. Ну что, убить этого? Я думаю, что если я отступлю, то все равно убьет меня. А я так хоть культурку получу. Так. Этот на холме стоит. Блин. Как-то мне скаута надо спасти. А если я куплю эту клетку? Давайте-ка я так и сделаю. Куплю и пускай он тут лечится. Все. Того убили. Этот полечился и стоит. Не хватит. По-моему, 8 же культуры, да? Да. 69 будет. Так. Теперь календарь. Ну, теперь мне надо убить какого-то... Ну, я пойду сюда ставить все равно. Так, рабочий нужен. Или еще лучника? Нет, рабочий. Блин, надо было сюда... скаута. Ну, ничего, культурку набиваем. Культурку набиваем. Так, а скаута как мы спасем? Скаута мы вот сюда поставим. Ну, пока. Так. Так, что теперь? Угу, с варварами разобрались. Так, очень жалко, что я не знаю, где марокканец. Но он, традиция, на море и будет отъедаться. Ну, я надеюсь, что ему варвары будут мешать. А я постепенно к нему буду подбираться. Рекомендует туда ставить, но, в любом случае, пока идем. Так, тут лечимся. Тут обстреливаем лучников. Почему мне этого варвара не показывают? Что за фигня? Так. Блин, а вот копейщики уже... Ну, это я, правда, открыл железо. А нет, это мой соперник открыл железо. Да и я в железо пойду. Блин, ну вот как так? Ну... Долбаный придется вот сюда пройти. Мне надо, чтобы он ушел с этой клетки. А если я сюда встану, будет меня просто обстреливать. Приходится так действовать. Вот, теперь получше пока. Так. Гау вырос. Блин, убьет копейщик? Не убьет? А, он не может убить. У него тут зона контроля. Отлично. Что у этого? У этого сейчас лечилка будет. А, у нас же забыл, что у Сангая способность он через речки без штрафа атакует. Так. Но мы... Блин. Не убьется, я думаю. Так что так вот сделаем. Но не должен варвар убить. Да. Так. 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 И выходим. Так. Лучники мне больше, наверное, хотя... давайте, наверное, скаута. Тут ставим город. Да, минус по счастью, к сожалению. Ну. Ой. Что-то я не ожидал, что я его убью. Ну, у моего соперника пока один город. И вот он, кстати. А, ну, слушайте, он не за горами. По идее, если я буду в его сторону ставить, то я должен до его городов дотянуться. Ну, нормально. Так. Теперь мне нужны лагеря варварские. Потому что денежки у меня заканчиваются. Так. Четыре хода. Возьму еще одного рабочего. Так. И что нам нужно? Ну, давайте обработку камня и неплохо бы, конечно, пирамидки построить. Так. Чувачок, лечись. Скаут. Пойду сюда скаутом, чтобы лагерь попробовать отхватить. Так. Рабочего я возьму. Ну, давайте храм, наверное, попробуем. Нет. Сеттлера. У меня будет счастье. Все норм. Если быть точным, эксплуатационная протяженность линии московского метрополитена составляет 292 километра 900 метров. Это один из крупнейших метрополитенов мира. И да, это реклама Двагис. Справочник и карта городов Двагис знает 221 545 проходов и проездов в 15 городах-миллионниках России. С этим приложением вы не заблудитесь, так что заходите на двагис.ру и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу. Золотишко появилось и денюжка появилось. Это, правда, одно и то же, в смысле золотишко и еда. Так, что нам тут делать? О, блин, демоны. Так, конечно, тоже расти надо. Прилечись, чувачок. Так, что мы следующее будем... О, у меня даже два железа. Следующее мы будем обрабатывать шелк. Блин, не убился. Вот сначала надо, видите, наземным юнитом атаковать, чтобы быть уверенным точно, что убьется. Так, а вот после этого посела как раз буду вырубать... А, я лучше пирамиды построю, точно. Так, а что ты остановился? Ты не останавливайся. Работай. Тут жалко такая местность у меня в тылу. Получается, будут тут варвары периодически появляться. Ну, что поделать. Так, он второй город тоже поставил. Так, где мне рекомендуют? Ну, есть логика, потому что там ресурс роскоши. Но я пойду в эту сторону. В сторону соперника города ставить. Ну, плюс 50, что согласитесь очень неплохо. Опять меня тут атакуют. Да, мне надо как-то будет с этими чуваками разбираться. А то у меня тут, понимаешь, поселенец идет. А меня атакуют. Так. Ну, амбар. Варвар. Хотелось бы, конечно, набить на варварах уже репрезентацию, чтобы город ставить уже с меньшим штрафом на науку. Возможно такое. Наверное, да, от скаута качнем слегка. Так, надо присоединять мрамор. Но он следующим должен присоединиться, по идее. Так, надо присоединять мрамор. Что больше варварских? А, ну вот варварский лагерь. Надо идти им заняться. Деньги-деньги-дреби-деньги, позабыв покой и лень. Деньги-деньги-дреби-деньги-деньги. Ну, посмотрим, смогу ли я за волю обыграть традицию. Исходя из того, что к человеку, который играет через традицию, очень далеко идти. По населению пока я его обыгрываю. Но у меня пока будет работать мой пантеон некоторое время. Потом, конечно, у него заработают караваны. Хотя я, правда, не уверен, что вот этот у него город морской. Так. Ну, по-моему, письменность он открыл уже. Нет? Слушайте, а может попробовать тогда библу урвать? Тогда не так будет грустно через волю играть, между прочим. И у меня тут есть возможность ее урвать таки. Письменность он не открывает пока. Так. Ладно, иди пока в гау лечись. Этими мы пойдем к лагерю. Так. Еще одно добавлено. Ага. Железо через шесть ходов добавится. И его можно будет... Так, знаете, я хочу все-таки свиней обработать. Мне важнее золото, чем еда на данный момент. Гау сейчас все равно вырастет. Как раз будет обрабатывать лошадей. Ага. Так. Что у нас тут? Копейщик. У лучника пять защита. И у скаута пять, но у него промоушен на... О, блин. Плохо. Сейчас эти два лучника начнут моего скаута колупать, конечно. Так. Пять ходов. Раз, два... Нет, давайте железо. Лечимся. Ну, что тут со скаутом будет? Да. Блин. Вот это не очень. Так, я открыл письменность. Я могу попробовать построить библиотеку. Сейчас пирамиду закончу. Ну, десять ходов. Нормально. О, я расту, а мой соперник не растет. Вот. Ёлки-палки, а. Давайте так попробуем. Это он на холме. Ой, блин. Может, отойти? Не переться? Чуть-чуть остается. Может, тут поставить? Нет. Почему нет? Давайте-ка так и сделаем. Вот так. Так, тут уже наземные юниты не появятся. И побежали этим скаутом забирать лагерь. Так, он так и не открыл письменность. Давайте подумаем, что нам взять с библиотеки. Ну, можем философию взять. Отлично. Ну, все, следующим ходом берем этот лагерь. Ну, кстати, тут тоже неплохое место для города-то. Почему нет? Этого сюда. Этого сюда. Этого туда. Блин, ребята, ну харе меня тут прессовать. Блин, тут лучник будет. Будут этого лучника, мне кажется, обстреливать. Так, постоит. Его тут не убьют сейчас. Светилище. Ну, давайте. Нет, нет, нет. Пикинера. А, копейщика. А вот сейчас могут убить. Блин, убьют дуболома. Так, можно деньги уже не обрабатывать. Всё на производство. Ну да, пускай так будет. Так, каменная мастерская. Тут я построил всё. Знаете, этот пускай дорогу строит. Так, тут у нас всё, что надо обрабатывается. Ну что, убьют дуболома. 29. Блин. Очень жалко. Это был классный дуболом. Блин, придётся отойти. Без копейщика мы не пройдём. Эх. Ну, философию открою, да? Что уж тут. Странно, конечно, демография выглядит. Такое ощущение, что я играю через традицию. Блин, я же дорогу строил. Ай, ё-моё. Если уж начал строить дорогу, то её надо достроить, иначе она просто… Так. Содержание будет жрать. Отойдём в Тимбукту. У него там что, рыбацких лодок немерено? Ну, по производству мы рядышком. Ну, правда, у меня тоже два города, и у него два города. Тут как бы не должна быть большая разница, по идее. Так. Три-четыре, а так… Три-три. Отлично. Отлично. Вот ещё лагерь. Блин, как-то не очень у меня тут… Ещё, кстати, в Гауне плохо было бы… Мавзолей. Мавзолей. Да, ничего не так. Так. Ох... Так, лечимся. шахта так в гао все что надо я обработал надо теперь к тимбукту идти ну вот он вышел в письменность но библиотеки ему явно не видать как он может ее за три хода построить не как может мне собственно и нац колледж тогда побыстрее не бахнуть чтоб не отставать от людей пошел в классическую эру лёшка давайте наверно в деньги а потом так как то не пускай лечится следующим ходом библа так надо нам этот мрамор надо как-то отогнать вот этих всех чувачков да драму и поэзию конечно тут мой уникальное здание кстати она культуру дает между прочим тоже о нем забыл и его можно построить оно не требует содержания еще к тому же что может мне помочь взять религию и так далее где мобзолей геликарнатский тут столько всего вкусного на самом деле так давайте начнем с каменной мастерской продолжаем на варварах культуру набивать так что обрабатывает олени обрабатывают пускай шесть ходов до нац колледжа так убили подходим к лагерю нам надо будет его уничтожить конечно же и укладываем дорогу ладно давайте атаковать лагерь хочется просто следующим ходом его уже взять карта конечно интересная получилось в этой игре так что у нас с развитием ну пока как ни странно у меня все веселее намного отлично пока оленей начнем обрабатывать дорога проложена свинюшек начинаем обрабатывать так 4 хода ну давайте наверное все таки эту а сколько мавзолей 5 ходов блин давайте мавзолей все таки хочется он 100 золотых будет давать ну 67 точнее 67 золотых с великих людей что это на дороге валяется ага слушайте вот тут-то город ну вот тут собственно где стоит неплохо будет а потом поплыть там марокканцу гадить не знаю может полечиться лучше но я все еще хочу тут город поставить тут как минимум неплохо вот лагерь тут еще знаете с агрессивными варварами очень важно засвечивать территорию как можно если не засвечивать а как можно больше открыть территорию потому что когда у тебя принята честь тебе будет показано где у тебя варварские лагеря появляются и ты можешь туда бежать собственно там денежку набивать например там у меня золотой век был что-то он быстро закончился так два хода два хода тимбукту выросло давайте вот так одно пускай обрабатывает ну в принципе то тут уже не так далеко до марокканца то если постараться уже и рукой можно подать не знаю может вырубить лес ну ладно давайте вырублю построю тут везде луга к сожалению если б равнины были бы было бы лучше так так тут пойдем уже посело везти куда я хотел так закончили строительство закончили строительство закончили ну блин подставился слегка ну давайте попробуем этот лагерь сейчас тоже грабануть просто следующим ходом уже видите нацколледж можно строить я хочу его построить до того момента как третий город поставлю скоро у меня закрытие воли 10 ходов ага вот уже начинает постепенно вырываться еда пошла у него видимо караваны пошли в гао кстати любовь к королю надсколь лишь через 7 ходов ну все не так уж плохо лаба давайте стоморкс тоже так лечимся 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 дорогу пока не буду проводить у меня сейчас деньги кончатся у меня сейчас деньги кончатся Так, вот тут лечимся. Отлично. Я играющий через волю все чудеса фигачу. Так, какая-то денюжка хоть появилась на камнях. Да, тут надо тоже светилище построить и здание мангу этого, сангайское. Так, он пока тоже в два города, как я понимаю. У него 0-1, кстати. 3. У меня города растут лучше. Ну, пантеон этот очень неплох, тем более, что тут очень много оленей. Такое пока развитие через волю у меня. Гао выросло. Чего обрабатывать стало? Ага, а если вот так? Да, лучше вот так. Нацколь все равно 4 хода. Сколько кораблей наклепалось. Сейчас мы на них набьем культурку. О, блин. Ну, ничего. Тут, видите, болото. Он сейчас встанет на болото. Тут будет ему минус 50. Или там не помню сколько. На болоте не очень прикольно. Минус 15. Ну, тоже неплохо. Не, не буду атаковать. Пускай он сам меня атакует. Так, вышел в классическую эру мой соперник. 67, 67. Оптику, что ли? Похоже, оптику открыл. Ну если у него там куча рыбацких лодок действительно и морских ресурсов, то маяк для него будет офигенно. Так, скаута мы отличили. Тут единственная проблема этого места, что тут нет ещё одного ресурса роскоши. Следующий город, видимо, вот сюда надо будет к алмазам ставить. Вообще, вот тут ещё город неплохо мне поставить, между прочим. Давайте-ка после нацколледжа сразу поселы и пойдём сюда четвёртый город ставить. Ну, теперь можно и убить. Ну что, ставлю. А, стоп, нацколледж. Нацколледж. Стоим, ждём. Я и забыл. Во-первых, нацколледж. Во-вторых, принятие политики ещё. Так что стоим как минимум три хода. Так, а здесь где лучше поставить, чтобы и алмазы захватить и... Ну, вот тут, похоже. Сюда. Пускай он скаутом его атакует. Блин, у меня минус пошёл. Ай-яй-яй. Не очень хорошо. Мне нужны лагеря варварские. А я тут, блин, в развитии играю. Сейчас я вот так подойду. Надо этот лагерь захватывать. Следующим ходом политика. Следующим ходом нацколледж. И можно город ставить. Отлично. Дорогу сразу проведём. Так. Приняли. Берём, конечно же, учёного. Где он тут? Так, нацколледж построен. Ставим город. Блин, убьют меня этого скаута. Чувствую. Храм Артемида. Ну, то есть он там отъедаться будет. Он там будет отъедаться. Так, постоим. А этим проатакуем. Что у нас тут? Блин, минус 9. Мне очень нужен этот лагерь. И сразу перекидываю юниты сюда, чтобы вести по село. вон. Тварь. Тварь. Ой, блин. Ну и вот и как. И что? Блин, убьёт меня этого скаута. Принято в том, что я не смогу убивать, потому что появится следующим ходом обязательно ещё один юнит. Здесь. А, не, вот здесь надо поставить город. Вот здесь. Я потом и до жемчуга дотянусь, и да. Так. Откуда уберём? С железа, видимо. Не знаю, может попробовать тоже в традицию пойти, да? Убил скаута. То есть у меня как бы культуры должно быть по идее много. Так. Тут дорога есть. Тут дорогу построили. Города соединили. В принципе у меня основное за дорогу идут деньги, между прочим. Так. Тут тоже холм. Сейчас мы оба холма пообрабатываем. Так. Полечись. Один ход. Главное, чтобы тут лагеря не появились. У меня так принята честь, что я должен увидеть появление лагеря. Но, знаете, когда он появляется и сразу бегут из него варвары, это очень неприятно. так. Мне обрабатывать нечего. Ну, кажись. Фуф. Так. Появилась денюжка. 133. А, почему 133? Почему так много? А, я ж эту поставил. Академию. 67. Норм. Теперь пока все норм. И вышел, гад, а. Так. Где у нас тут лагеря? Во, лагерь. Кстати, а почему действительно не пойти в традицию тоже? Поиграем в развитие? Почему нет? У меня сейчас 4 города неплохих, между прочим. А он-то думает, я тут в волю буду к нему тут пытаться пролезть. А я, опа, и в традицию. Это интересная идея. У меня мои уникальные здания культуру дают. Я сейчас построю кучу. Ну, оракл, например. Ой, что, блин. Да, давайте я именно в мои уникальные здания. Веру, я думаю, что раньше возьму, чем мой соперник. Так, пошли, попробуем защитить нашего... Вот понимаете, если следующим ходом появляется вот тут, например, лагерь, то прямо следующим ходом может родиться здесь... А вообще имя вот сюда надо ставить. Родиться здесь варвар и сразу захватить моего поселенца. Вот в чем проблемка. Так, ну вот он меня уже обогнал по населению. Кстати, можно построить три ремки и пойти к нему пограбить его эти клетки или как минимум залочить, между прочим. Только надо три ремки открыть для начала. Гильдии я вот открою и пойду хотя бы вот так. Потом так, блин, кони будут варварские бегать. Это трындец. Мучник какой-то. Ладно, пойдем пока тут смотреть вообще, что происходит. Нет, я буду город тут ставить. Я дотягиваюсь как раз до всего. А он все в два города играет, кстати. А он все в два города играет. Ну интересно, интересно. Леша вышел в средневековье и начинает тут вот строить Мачу-Пикчу. А здесь… Ну вот тут будет две рыбы у Джене. Ну по идее сейчас уже… То есть лагеря появляются в невидимом месте. То есть в том месте, которое я не вижу. И по идее сейчас уже тут все норм будет с городом. Ну тут два ресурса счастья. Сейчас открою три ремку. Я Джене переключу, чтобы он три ремку устроил. Так, пускай полечится. Что у нас тут? Пускай идет шелк. Обрабатывает. Ну вот он хоть и отъедается, но все равно я на первом месте по населению. Забавно. Так. 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 Боюсь я подставлять под лучника. Что у нас тут? Так. Ставим город. Четыре счастья. Ничего я там никаких нациальных чудес не строил, да? Все путем. Э. Стоп. 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 Раз, раз. Что-то произошло у меня с микрофоном, пришлось переключить заново. Ну вот, четыре города. Теперь давайте попробуем со всей этой фигней взлететь, как говорится. Мне надо сразу купить алмазы и их обработать. Так. И тут давайте-ка переключим лучше. Нет, амбар. Трирему попозже. Ну, сейчас начнутся кони. Блин. Вот это плохо. Вот это не очень хорошо. Я тут юниты увел. О, блин. О, блин. Офиш. Я тут уп rewarded. Оôngワ... Так. Трux soleез. Она входит с одним методом Xreb". так перекидываем юниты туда амбар решил построить чтобы все-таки обрабатывать больше производственных клеток в этом городе потом уже можно и перерему блин карта такая большая получилась какая-то сейчас еще мне этих оленей разграбит так знаете что нафиг тут мочу-пикчу давайте копейщика раку все равно 3 хода будет так посидим подождем отсутствие счастья это плохо народ грустит плачет зовет маму так сейчас отойду на минутку я подумал что будем конечно на развитии играть надо будет идти в универы и так далее и будем брать традицию два хода блин еще вон сверху прется чувак с одной стороны конечно хорошо что у нас тут так рядом лагеря можно денежку на них срубить с другой стороны не очень так что мой соперник все в два города два города ну обогнал меня по населению до отъедается но я его на 4 процента по науке опережаю и я думаю когда я запущу свои караваны в гау будет очень неплохо так давайте закончим оракул ну да видите что происходит что творят канадцы надо сюда встать так еще счастье отличненько ой идет варвар Гао хочет жемчуг, но не смогу ему отказать, я так думаю. Так, этого пикинёра в джинэ отправим, а этого пикинёра отправим разбираться с лагерем. У меня ещё один лагерь вот тут, поэтому отправим скаута и этого лучника в тот лагерь. Так, опять у меня минус по золоту пошёл. Но гражданская служба будет открыта и можно будет... Слушайте, а давайте висячие сады построим. Я думаю, не ожидает мой соперник висячих садов. То есть он думает, что они его, а тут ему такой сюрприз. Хотя я сейчас приму, как видите, традицию. Так, мой соперник в средневековье ещё не выходил, да? То есть чеченицу по идее он построить не может ещё. Так, а почему у меня было плюс четыре? А, потому что все эти разграблены. Ну что, я лагерь следующим ходом заберу и всё будет норм. Вот, теперь я могу уже в городах держать юниты, и они не будут требовать золота на содержание. Так, тут у меня в Тимбукту... Окружённый неживыми пасурманами, спит Алёша крепко, будто неживой. Всё, норм. Тут есть рабочий, тут есть. Ну, давайте перекинем к Тагазе. А, всё-таки он построил. Ну, значит, чеченица. Наш выбор. Всё. 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 Так, надо Тагазу и Джене начинать выращивать. Тут у меня чудеса строятся. Вообще, ну сейчас у меня будет плюс 4 счастья, да? То есть можно Тагазу и Джене до какого-то размера отрастить. Вот тут крутое у них тусево. Так, готовы тут. Так, лучше сделаем один ход, нет, пускай амбар достроится. Пускай он там гуляет, он тут ничего не разграбит меня. Так, сделаем. Так, по городам возвращаем. Ух ты, ну постоим, пускай поатакуют. Мы сейчас подведем сюда лучника и копейщика. Так, что у нас здесь? Давайте-ка на производство. Наука. Производство, производство, производство. Так. А если так? О, за 6 ходов. Надо что-то переключить. Все-таки, ну давайте так. Потому что чеченица тоже счастье дает. Ну блин. Ну блин, ну. Надо идти с тем лагерем разбираться. Так, тут у нас что? Давайте колизей. И теперь-ка мы переключаемся на рост. Ага, вот так если 6. 7. Нет, 6 так 6. Пошли с лагерем разбираться. О, плюсик в денюжку. Уже радостно. Ну я тут не боюсь, как бы. Ага, вон у него бегают караваны. Ясно. Так, давайте я лучше посмотрю. Ну все, убил. Так. Религия. Возьму на плюс 100, пожалуй. И производство. Или плюс 2 заход, слушайте. Мы ж не воюем. Мы не воюем. То есть плюс 2 заход. Смотрите, из 4 городов. Хотя, подождите, из 4 городов 67 это 120, 134. 200, 268 я в итоге получу, да? А если из 2 городов 268 по 4 вход, то 8 вход. 268 разделить, ну и 264 разделить на 8, то я это отобью за 33 хода. Ну, вполне может быть. Так что лучше плюс 2 вход возьму. Ну, то есть, за 33 хода, естественно, если бы у меня уже все города сразу были в моей религии, то есть еще ее распространить надо. Но я не думаю, что с этим будут проблемы. Ну, блин. Что начинается? 4, 6, давайте так. 3, 6. Так, после этого нам нужна тут 3 рема и рыбацкая лодка. Ну, что-то у меня тут со скаутом печально. Наверное, зря я его там держал столько времени. А мой соперник так еще и не вышел, да? Средневековье отлично. Меня это только радует. Стену построил. Вообще не собираюсь на него нападать. По земле, похоже. Потому что просто далеко. О! Вот еще лагерь. А, слушайте, выжил мой скаут, да? Это же здорово. Так, джине растет. Ну да, пускай уже производство здесь будет. И, пожалуй, миссионера купим. Надо распространить религию. Как можно быстрее. Как можно быстрее. Да ладно, убили все-таки. Так, киселек вышел в средневековье и похоже в гражданскую службу. Да. Да, но чеченица у меня через два хода, так что без вариантов для киселька. То есть я раньше, я человека пока по науке обыгрываю, несмотря на то, что играю в волю, а он в традицию. Блин, тут походу не будет проплыва. Жемчуг скоро добавится. Так, а когда у нас тут традиция следующая? Ну, я везде построил уже эти статуэтки. Так что у меня будет что там следующее культурное? Амфитеатры. И, в принципе, я могу туда сажать писателей. Почему нет? Проблема в том, что я отсюда не достреливаю. А если я сюда поставлю лучника, то его убить могут. Ну, давайте рискнем. Если будет лучника обстрелить. Я все равно его, ни одного из лучников я не планирую апгрейдить, тратить на это деньги. Поэтому, если его убьют, то и слава богу. А у меня хватит силы захватить этот лагерь. Так. После индукации откроем оптику. И, пожалуй... Ну, давайте... Вот так. Надо... Караваны... Да, нету проплыва. Обалдеть. Ну, надо было построить рему, чтобы это понять, в принципе. Так, а как мне тут отходить? Разграбят же... Надо вот так сделаем. Пускай пока постоит ход. Отличненько. Плюс шесть, по счастью. Вообще, я могу уже копейщиков апать в пикинеров. Кстати. Вот это лучше, чем... Так. Ну, я могу... Ну, ладно, я сейчас сплаваю туда. Посмотрю, чтобы там не было трилем оставшихся каких-то. Да, неплохо он уже себе столицу отъел. Но я сейчас тоже начну пускать в столицу караваны. И, кстати, наверное, надо на еду переключить. Вот так. Я из всех городов отправлю караваны на еду в столицу. О, я в плюс по золоту вышел. Отлично. Ну что, походу умрет этот копейщик. Ну, раз умрет, давайте исследуем, что тут и отойдем. Так, тут трилем никаких нет. Так что я могу спокойно где-нибудь вот тут встать, чтобы варварские трилемы ко мне... Может встать сюда, пускай его захватит... Да, пускай захватит варварский лучник. Метка лучника. Я отойду. Ну, все, потом его убью и сам отойду. Да, пикинера копейщика убили, этого захватили. Заметь, вот то, что побежала лошадка, это меня расстраивает. Так, ну, я думаю, он на пагоды взял. Хотя ему, конечно, было бы круче на производство, да. И он все еще двумя городами играет? Нет, поставил третий. Плохо, жалко. Так, первый караван. Мачу-пипчу уже мое будет. Может меня акведуки построить? Великий маяк построил мой соперник. Блин, вот конь – это жесть. Конь – это всегда жесть. Давайте мы, видимо, пикинера здесь попробуем. Тут, наверное, апнем пикинера. Иначе трындец будет. Да, давайте-ка мы в ГАО построим акведук. А, подождите, я не открыл обработку железа. Если… А, нет, инженерное дело открыл, да. Значит, акведук давайте. Потому что пока мы закроем традицию, а акведук очень неплохо помогает городам расти. Какой-то тут остров еще такой нехилый, я бы сказал. Два хода. Два хода. Сам добавится. Так, что-то я охрип. Ну, слава богу, убили. Блин, и у него пикинер, ну ё-моё. Что у меня? Извините, если кого испугал. Так, надо вон обработать. Так, давайте-ка тут в рост. Мыwijки продолжаем. Как? Так, хватит. Пiegen с ран hacemos. где тут лагерь который сюда все посылает но я могу 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 так и что амфитеатры везде появились да прикольно free 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 вам рад только одну культуру дает так мне надо гильдию писателей значит забахать джин и вырос чувак ты чё прешься моих оленей грабить так что ваги начинаются так еще один караван меня только смущает и с джин и как он бегать будет на этом пока все игра получилась долгой поэтому будет разбита на серии продолжение надеюсь вы увидите завтра или послезавтра вы слышали лёшу халецкого канал лёша играет не забудьте подписаться и поставить лайк раз досмотрели до конца пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры в умные игры